На первых симпромах мы должны законозрить и бежать, конечно, к нашему доктору. Как детям, Любовь Попова объясняет пациентам, как не запустить болезнь. Она работает на передовой, в смотровом кабинете. И от ее взгляда зависит многое. Например, нужно ли человеку обследоваться. Какие-то родинки, которые меня смущают, которые дают рост, какие-то вот такие наросты или шелушения. Одна из опасных болезней современности – рак. Врач осматривает кожный покров, полость рта, лимфоузлы, женские органы. И делает специальные пометки. В 14-й поликлинике решили по-новому бороться с онкологией. Сейчас у нас есть система, которая обязательно заключается в патологии смотрового кабинета. Специалисты уже разбирают, кому что посмотреть. Ну, я или к онкологу, или к гинекологу, или к терапевту. Ну, вот уже видно онколог. Онколог здесь достаточно. Почти что каждый день направляют ко мне пациентов из смотрового кабинета. Вот здесь вот пациентка образования на коже правой молочной железы. В российском срезе Алтайский край на средних позициях по уровню заболеваемости рака. И тем не менее, по данным портала, если бы точным, на учете почти 71 тысяча жителей. Новых случаев больше 10 тысяч. И никто не застрахован. Однако вовремя определить страшные заболевания возможно. Для этого здесь связали одной электронной таблицей смотровой кабинет и онколога. Одно дело заподозрили на, соответственно, этапе смотрового кабинета. Другое, когда он дойдет. И дойдет ли он, соответственно, до врача. Вот мы за счет электронного сопровождения появилась возможность, во-первых, записать, а во-вторых, отследить, а пришел ли этот пациент. Принцип простой. Онколог сам звонит пациенту из списка и назначать ему прием. В течение двух недель я ее к себе запишу. Но если пишут, например, кушеры, что что-то срочное, они, например, переживают, то я в течение суток ее приму. Главный врач Дмитрий Денисов не скрывает. Эту систему ввели так, как доступность врачей в перегруженной 14-й поликлинике города объективно минимальна. Кстати, схема уже дала эффект. За прошедший месяц здесь выявили три первичных онкобольных. А с приездом в новый корпус здесь планируют подключить к системе еще и терапевта для выявления других серьезных болезней. Анастасия Драган, Вадим Быстревский. День с толком.